В Днепропетровской области жители села Запорожец вместе с дачниками борются против строительства элеватора. Говорят, место природоохранной зоны по соседству будет мощное промышленное предприятие. Местные жители уже начали строить баррикады. Подробности в следующем материале. В селе Запорожец полным ходом идет прокладка дороги, но люди выступают против какого-либо строительства на здешних землях. И начали возводить баррикады. Кто-то принес металлические трубы, прутья, шины, а кто-то не пожалел. Сооружаем баррикады, чтобы техника не прошла. Пока на Востоке война, у нас тут своя война оказывается. А воюют эти жители против строительства элеватора. Говорят, оно незаконно. Дорогу проложили по земле, которая принадлежит людям. Участок почти 80 соток Василий Проненко приватизировал еще в 2002 году. Около месяца назад тут с корнем выкорчевали все деревья. А теперь посреди участка появится дорога. Сплошное беззаконие. Кто-то вздумал, тот-то и городит. Под будущий элеватор выделили 10 гектаров. Но люди уверены с нарушением закона. На месте этого пустыря еще в прошлом году была дубовая роща. Зимой уничтожили больше 2000 деревьев. На этом участке земли планируют обустроить стоянку для зерновозов. Ниже у реки разместить сам комплекс. Здесь будут приходить фуры и ждать приема на элеватор. То есть вот они под 100 камазов готовят площадь. Сколько вырубили? Вырубили. Ну вот 5 гектар дубовой рощи вырублено. По документам они отписались. Это санитарная вырубка. За год строительных работ людям никто не показал никаких разрешительных документов. Ни проекта самого элеватора. Общественное слушание также не проводили. Нарушены наши права. Нарушены законодательства как таковое. И огромные деньги вкладываются с нарушением законных актов. Плана будущего элеватора нет и на территорию, которую готовят под предприятие. Как этого требует закон. Найти застройщика не удалось и нам. Нет ни координат, ни телефонов. Рабочий разговаривать отказывается. Отправляет в поле к руководству. Я не начальник. Вот там начальник, дети. Сегодня люди вызвали полицию. Работать тяжелой техникой правоохранителей пока запретили. Сейчас приедет следственная оперативная группа, примет от граждан заявление и будем разбираться. Если строительство и вырубка леса будут продолжаться, жители обещают перенести свои баррикады дальше, к зданию областного руководства и прокуратуры. Елена Мадалюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область.